В декабре 2009 года в небе над московским Кремлем завис гигантский НЛО в виде пирамиды. Каждая его грань была около полутора километров. Он находился в воздухе несколько часов, и очевидцам даже удалось его снять. Военные космические эксперты не смогли объяснить, что это. Ровно через год такую же пирамиду наблюдали в Китае. Спустя три месяца похожий объект зафиксировали телекамеры над Южной Америкой. Потом НЛО пирамидальной формы видели в Испании, Англии, Франции и Японии. Первое упоминание летательных аппаратов в форме пирамиды встречается в хрониках древних шумеров. Эта цивилизация обитала 6 тысяч лет назад на территории современного Ирака. Их боги летали на пирамидальных кораблях в космос. Младшие боги шумера назывались анунаками, верховные неферами. Написано, что все они прилетели с планеты Нибиру. В жизнеописании шумерского правителя Гильгамеша сказано, он тоже был на две трети богом, на одну треть человеком. В древних текстах сказано, что анунаки вместе с людьми строили на земле первые зиккураты, ступенчатые пирамиды. В древнем Египте также поклонялись камню Бен-Бен пирамидальной формы. Современная Москва – город, живущий в безумном ритме. Такую энергетику создают здания в форме пирамид. После Великой Отечественной войны архитекторы Дмитрий Чичулин и Алексей Щусев должны были возвести в Москве семь гигантских домов пирамид. Столица Советской империи нуждалась в новой магической силе. Строительство сталинских высоток завершили в рекордные сроки. Семь зиккуратов ступенчатых пирамид были воздвигнуты на месте древних славянских капищ. Поставили этих семь сталинских высоток, так называемых, поставили их на сакральных местах. Архитектор генерального проекта. Вообще переделки Москвы был архитектор Мельников, который сам по себе являлся человеком загадочным, входил в ряд особо тайных обществ. И когда Каганович принес план Москвы на утверждение Сталину, были ли еще планы братьев Весниных и еще других архитекторов, и Сталин даже не стал рассматривать другие проекты, подписал строить так. Увенчать этот ансамбль готовилась огромная ступенчатая пирамида Дворец Советов. Вращающаяся статуя Ленина наверху генерировала бы силовые поля. Советские вожди верили в мистическую силу древних знаний и строили приемопередающие устройства для воздействия на массы людей. Если пирамида построена правильно, с точки зрения геометрии, с точки зрения принципов, воплощенных в нее, и она установлена на правильном месте, с точки зрения геологии и энергетических потоков, которые Земля излучает, и которые пирамида усиливает, то человек, который находится в пирамиде, получает очень интересные, необычные возможности. После Великой Октябрьской революции в России к власти пришли люди, среди которых были адепты тайного оккультного ордена. Руководил братством мистик Гуржиев. Его лучшие ученики – Плавацкая, Успенский, Микоян и Сталин. В недрах и советской власти, и даже такой закрытой организации, как ВЧК, существовали оккультные, или даже не то чтобы оккультные, мистические кружки, типа масонских, ложь. И одну из них возглавлял Глеб Бокий, зам Зержинского, который потом возглавлял оккультный отдел ВЧК. И занимались они очень сильно мистическими проектами. Сразу после смерти Ленина в сердце Москвы возвели пирамиду. Сначала она была деревянной. Каменный вариант сделали спустя годы. Архитектор Алексей Щусев, принадлежавший к тайным обществам, сделал мавзолей по примеру шумерских ступенчатых зекуратов. Братство знало, пирамида будет хранить дух вождя и подарит ему бессмертие. Для того же создали и магическое заклинание. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Это позволяет мумию сохраниться. Сохраниться не то чтобы телесно, а сохраниться духовно. Наука только подошла к разгадке того, как геометрия предмета влияет на пространство. Ответы дала концепция торсионных полей. Это направление физики в России считается не академическим, а в мире секретным. Торсионные поля – это вихри сверхмалых частиц. Их обнаружили, исследуя вакуум. Пирамида поляризует вокруг себя пространство по торсионным полям. Причем внутри пирамиды оказываются левые торсионные поля, а над ее вершиной – правые торсионные поля. Сумма этих полей равна нулю. Если их все усреднить... А вы убрали пирамиду, ноль в вакууме, поставили пирамиду, она каким-то образом, пока нам неизвестно, поляризует пространство, вакуум, пустоту, и получается правые и левые торсионные поля. Они по-разному действуют на биообъекты. Все в мироздании имеет форму вихря. Галактика, око тайфуна, ДНК человека имеют правое положительное торсионное поле. Не случайно спираль, закрученная против часовой стрелки, символ жизни в самых древних культурах. Из вакуума можно извлекать бесконечную энергию. И на ее основе создавать принципиально новые двигатели. Транспортный аппарат, использующий вихри вращения, это прорыв в авиации и космонавтике. Выглядит он, скорее всего, как летающая тарелка. То есть он такой приплюснутый. Вот берете две тарелки нормальные и складываете. Почему? Потому что там организуется вращение определенного материального движителя. Вот там должно быть что-то, что вращается. И мы этим вращением можем управлять. И когда мы управляем вращением, то есть меняем угловую скорость, тогда и возникает эта сила тяги за счет искривления пространства. Самые известные пирамиды Земли египетский комплекс в Гизе. Великая пирамида Хеопса, вторая Хефрена и третья Мигерина. Как написано в египетской книге мертвых, все пирамиды Египта — это отражение небесного дуата, царства бога Осириса. И пирамиды действительно есть на небе, на планете Марс. Геолог Владимировинский 20 лет исследует снимки марсианской поверхности. Он умеет отличать природные образования от зданий. Пирамиды на Марсе есть. И это развалины каких-то древних марсианских цивилизаций. Пирамиды марсианского региона Сидония похожи на земные в Гизе. Однако размеры их поражают. Высота 500 метров. Длина основания 2 километра. Они в 5 раз больше египетских. Всего известно более 10 таких сооружений разной формы. Обычные, ступенчатые, с искривленными гранями и даже 5- и 6-угольные. И они, естественно, более древние, чем земные. Если считать и сравнивать с земными пирамидами, что мы сделали, наверное, марсианские образования это исходный вариант сооружений на Марсе. А у нас сильно уменьшенная копия. Недалеко от комплекса марсианских пирамид расположена знаменитая скульптура сфинкса. Загадочное лицо размером в полтора километра. В другой части планеты астрономы рассмотрели на снимках руины, похожие на земные развалины перуанского города древних инков. Такие косоугольные кварталы линейного такого порядка, ну, будем говорить, образования, назвали Инка-сити, город инков на Марсе. Все эти объекты явно не могла сотворить природа. Геологи до сих пор ломают голову насчет сооружений, известных как марсианские стеклянные черви. Это трубчатые тоннели диаметром в сотни метров. Они ныряют вглубь красной планеты, искривляются под ландшафт, стыкуются под прямыми углами. И вся внеземная реальность вот этими высшими кругами, она затирается. Невыгодно нам пускать внеземную реальность не то что в нашу жизнь, даже в наше сознание. Тогда придется по-новому смотреть на мир. Если там на Марсе была цивилизация и погибла, значит, нам надо беречь свою цивилизацию, чтобы она не погибла. В Египте много пирамид, и они сохранились лучше других на планете. Летописи рассказывают, каждый великий фараон строил для себя индивидуальное сооружение. Указывается, что обычно это делалось с целью общения с богами, либо для того, чтобы дух царя остался в пирамиде. Ни один древний египетский царь не собирался быть похороненным в ней. Для этого существовал город мертвых, подземные усыпальницы на западном берегу Нила. Ни в одной погребальной камере никого не нашли. Ни одного человека. Ни мумии, ничего. Они все в долине царей. Причем уже позже оставшиеся. При тщательном исследовании обнаружили, что возраст египетских пирамид весьма разный. В основании некоторых сооружений лежат идеально отшлифованные многотонные блоки. Сверху на них нагромождены камни грубой обработки с иероглифами более позднего времени. Даже в том же самом Египте есть совершенно четко можно выделить пирамиды, которые были построены в древней цивилизации, скажем, по нашим оценкам, 1010-12 назад. А есть то, что построили фараоны. Разные технологии, разные подходы, сохранность в итоге разная. Но есть, например, пирамиды, которые внизу часть от древней цивилизации, а сверху уже фараоны что-то достраивали. Художник Никас Сафронов на собственном опыте почувствовал мощь этих древних сооружений. В ту пору он оказался в Египте по приглашению властей страны. Пользуясь привилегиями высокого гостя, Никас попросил отвезти его в одну из закрытых для туристов пирамид Гизы и чуть не остался там навсегда. И перепутали наряд, видно, меня привез один, а должен был забрать другой, а тот приболел, и меня забыли просто в пирамиде. А забрать должны были буквально через 3-4 часа. Непостижимым образом художник не мог найти выход из лабиринта пирамиды. Черные коридоры расходились, оканчивались тупиками или снова выводили обратно. Устав, путешественник прилег и задремал. Очнулся Никас от непонятного шума. Зало, где он находился, озарилось светильниками. В центре стоял саркофаг, а в нем лежал живой человек. Остальные вокруг него произносили заклинания. А по стенам ползли странные тени людей с головами животных. Я увидел, как двигаются какие-то сфинксы, идут какие-то звуки, звуковые обрядовые посвящения какого-то там ученика, видно, в коллегию жрецов. Все это было тайно, но все проходило мимо меня. Я закрылся, как бы спрятался между мной и этим миром, параллельным, я бы сказал, находилась какая-то защита, типа стекла. Древняя церемония поразила Никаса Сафронова. Некоторое время он, замерев, наблюдал за происходящим, но в глубине души нарастала тревога. Наконец художник явственно ощутил. Ему пора возвращаться. У меня не было страха, не было такой вот какой-то опасности, что меня что-то поджидает. В начале, когда я попал в эти видения, у меня был небольшой такой легкий не ужас, а такое легкое напряжение. Но потом как-то все улеглось, и это получилось как экран такое голографическое изображение, которое движется вокруг тебя, вроде бы живое, но в то же время оно, вот как я сказал, защищен неким стеклом. И я вот как-то стал думать, что надо бы как-то выйти оттуда, еще раз попытаться, потому что я до этого блуждал, и не мог найти выход. Как только он подумал о возвращении, в углу послышалось легкое шуршание и царапанье. Нечто подбиралось все ближе. Он смутно различил в полумраке маленькое светлое пятно. Это оказался маленький котенок. Когда Никас коснулся его, картина из жизни древнего Египта стала затихать, гаснуть и исчезла совсем. Мужчина опустил кота на пол и пошел следом за ним. Он остановился, я остановился. Он сидел, я сидел, потом он шел и опять и в конце я увидел такой луч света на Божьем Царстве, на Царстве. Вот. И я взял уже его подмышку и пошел на этот свет. Увидел огромное количество людей перепуганных. Никас забрал кота с собой в Москву как талисман. Сегодня донской сфинкс, так называется эта порода, живет у художника в офисе. Хвостатый знаток лабиринтов ужасно привередлив, поэтому получил прозвище «Вкусный». По возвращении вдохновленный мастер создал египетскую серию картин. Но изображать своего кота Никас Сафронов принципиально не берется. Ему не нужно, чтобы его изображали. Я его изображал в виде людей, которые находятся в этих снах моих, в тех, которые появились из путешествий в пирамиде. Он присутствует даже в двух картинах, а так отдельно, чтобы он сидел в кресле. Вот я не знаю почему, но я пока не готов. Не знаю, мне кажется, что что-то уйдет с этим изображением. Андрей Скляров с группой других ученых много лет изучает мегалитические сооружения древности. Он строит свои выводы, анализируя способы отделки и строительства. Исследователи нашли тысячи артефактов, которые указывают на то, что подобные монументы не могли возвести люди с примитивными технологиями. Все это было доступно только высокоразвитой цивилизации. Например, непонятно, какими инструментами высекались многотонные каменные блоки для пирамид и храмов. Это невозможно делать, как нас уверяют археологи, медным зубилом и деревянными брутьями. Есть некоторые находки, которые, скажем так, ставят нас в тупик, потому что самые ближайшие аналоги, которые просится, о том, чтобы камень обрабатывали тогда, когда он был мягкий. Камень для пирамид Гизы добывали в исландских каменоломнях. Вы видите странные борозды от вынутой породы. Ни одна существующая сегодня технология не позволяет работать с гранитом таким образом. Это неизвестное волновое воздействие на кристаллическую решетку вещества. Следы очень странные. Вот такое впечатление, что, да, возможен вариант, что он был размягченный, причем потому, что первое впечатление возникает, как будто ложкой просто вынимали большой оттуда породу. Кристофер Кристофер Данн, инженер американского аэрокосмического агентства НАСА, 20 лет исследует пирамиды. Он считает, что подобрался к разгадке, как они строились. Данн исследовал технологию изготовления саркофага в пирамиде Хеопса. Судя по следам, которые остались на его внутренней поверхности, египтяне сверлили отверстия для стыковки отдельных частей. И скорость сверления у них должна была быть примерно полсантиметра в секунду. И это мы говорим о граните. Однако лучшие современные сверла способны проделывать в граните дыры со скоростью в 10 раз меньшей. Есть только единственный способ повторить то, что сделали древние архитекторы. Это сверлить с применением ультразвука. Похоже, этой технологией уже владели 4000 лет назад. Довольно долго я не мог решиться опубликовать результаты своих тестов, потому что они шли в разрез с современной исторической хронологией. Однако потом я понял, что у моей теории должно быть много сторонников. Другой вопрос, который занимал Кристофер Родана. Каким образом египтяне поднимали многотонные блоки на высоту в сотни метров и устанавливали их с точностью до десятой доли миллиметра? С помощью опытов в ведущих лабораториях он доказал, в строительстве использовалась акустическая или электромагнитная левитация. Как мне представляется, это невозможно, если только не сделать камень легче, уменьшить воздействие на него гравитации. Это можно сделать двумя способами. Раз они владели технологией применения ультразвука, то они знали, что он делает со структурой вещества. Точно так же знали, что между излучателем звука и отражателем возникает волна, в которой предмет теряет вес. Другой вопрос, что это были за излучатели и куда они пропали. Но то, что они применялись, я почти уверен. Из Великой пирамиды Хеопса можно было разговаривать хоть с Марсом, хоть с созвездием Орион. На Марсе треугольные пирамиды. В шести, семи, потом она трансформируется в конус. То есть они для определенного типа падающей поляризации сигнала. Это антенны не только дальней космической связи. И кто-то возвел на планете единый комплекс связи. В основном 30-го градуса северной широты и ровно с шагом в 18 градусов. При вращении планеты они вручают друг другу эстафету непрерывного приема сигнала из космоса. Если мы возьмем современную рупорную антенну и увеличим ее в размере, то это замечательная получается то же самое. Это прицельная трубка. То есть рупорная антенна, которая рупором смотрит в зенит. А на самом деле дело ведь не в зените. Если мы расположены в пределах северного тропика. А самонаведение антенн позволяет одни пирамиды зашли, а другие появились. Эти зашли, эти появились. Этот процесс идет постоянно. Учитывая то, что другая планета имеет такое же осевое вращение, у нас получается постоянная система связи, которая работает не так, как у нас, но зато замечательно работает у них. Ученый пока не придумал, как через пирамиды отправить сообщение от человечества. Зато он знает, что эти антенны до сих пор работают на прием. Просто на Земле давно никто не ждет сеанса связи. Часть ученых считает, пирамиды могут принимать и видеосигнал. Возможно, неоднократные встречи с диковинными существами в пирамидах это голографические послания из далеких миров. С кем же общались люди, жившие в эпоху пирамид? Логично предположить, что на обратном конце связи тоже должны были быть пирамидальные антенны. Снимки показывают, пирамиды есть на Луне и на Марсе. Кроме того, выходы шахт пирамиды Хеопса точно направлены на созвездия Орион, Сириус, Большую и Малую Медведицу. Кем же были боги, согласно древним мифам, прилетевшие с небес? Богами называли наши предки представители высоко развитой цивилизации. Они жили бок о бок, они взаимодействовали. Если, опять же, поднимать шумерскую мифологию, она оказывается наиболее подробной по самым ранним этапам, то на Земле была не целая цивилизация инопланетная. Это вообще была небольшая группа, которая устроила у себя на планете неудачный переворот, сначала пришла к власти, а потом их опять свергли. Согласно шумерским глиняным табличкам, человек был создан богами для работы. Эти тексты поразили современных генетиков. Там подробно описано появление человека. Бог Энки поместил ДНК богов в яйцеклетку африканской обезьяны. И оно стало человеком. Мы являемся неким гибридом. Реально. То есть причем то, как описано это в шумерских текстах, мы сейчас можем провести очень сильные параллели с тем, что мы называем генетическими собственными изменениями. Известно о двух высокоразвитых цивилизациях древности. Это Атлантида и Гиперборея. Согласно средневековым картам, Атлантида располагалась на нескольких островах в Атлантическом океане. А Гиперборея это материк, который в древности был на Северном полюсе. Большая часть материка затонула в результате планетарной катастрофы. Скорее всего, это был Великий Потоп, который начался после падения огромного астероида 13 663 года назад. Хроники описывают Гиперборею как остров бессмертных, где всегда лето и счастье. В центре его находилась огромная пирамида Меру, главная на планете. Ее называли осью мира. Все пирамиды на Земле сориентированы также на нее. В Древнем Египте для пирамид было свое слово, которое звучало как Мер. В Китае для пирамиды есть свое собственное слово Чинзита, которое состоит из трех иероглифов. Это иероглиф золото, символ и башня. Получается, как башня с золотыми символами. Во всех восточных религиях Меру это центр вселенной. В каждом буддийском или индуистском монастыре есть ее модель. Круглая ступенчатая пирамида со странным аппаратом на вершине. Индийские предания повествуют, на вершине боги готовили напиток бессмертия, взбивая волны океана энергии. Когда нам рассказывали, что такое гора Меру, что это чрево создателя, что это изначальный символ рождения мироздания, и показывали нам соответствующие документы, уровень знания настолько великий в этих документах, что получить его каким-то образом, как можно себе представить в научно-исследовательских институтах или за какими-то опытами невозможно. Когда Гиперборея ушла под воду, ее обитатели переселились на материк Евразию и основали новые цивилизации. В священных книгах Гиперборея называется родиной ариев. Настоящими арийцами считали себя идеологи нацистской Германии. Немцы верили, что сохранилось наследие Гипербореи, могущественные технологии инопланетных колонизаторов. Построение оккультного здания новой партии было поручено Отто Рану и Генриху Вирту. Это были два достаточно серьезных мистика, которые создали в 35-м году общество на Нарбе, наследие предков, которые в основу нацизма положили учения о белокурых бестиях, об ариях, которые должны пройти миром. И что сейчас нигде не говорится, практически забывается, по дариями они имели ввиду германцев славян. Агенты Анненербе искали Гиперборею и на русском севере. Перед Второй мировой развернулась тайная война разведок. В оккультном отделе ВЧК хорошо знали, что ищут немцы, и хотели первыми завладеть знаниями древней цивилизации. Этот же круг входил Барченко, профессор Барченко, который занимался именно мистическими исследованиями на Кольском полуострове Мереченьем, профессор Успенский. Есть версия, что очень сильно они исследовали наш север приполярный, Соловки, Полярный Урал. Битва за Шамбалу относится к этому же кругу, когда Николай Рерих, тоже сейчас ни для кого не секрет, что он являлся агентом ВЧК, вел, скажем, отвлекающий маневр и уводил за собой разведки других стран туда, в Тибет, на Шамбалу. Часть высоких технологий все же оказалась у немцев в руках. Историк Сергей Трифонов много лет посвятил разгадке тайной пирамиды Кёнигсберга. Загадочное сооружение, уменьшенное в сто раз копией египетской пирамиды Хеопса. Официально это памятник немецким солдатам, погибшим в Первой мировой войне. И возводили ее архитекторы Германии, когда Кёнигсберг был центром Восточной Пруссии. Пирамида имеет не случайные параметры 13 ярусов 666 блоков. Почему 666 блоков? Потому что она построена в 1923 году, а заложена капсула, там подземной капсула с ценностями, именно в 1921 году, когда Кёнигсбергу исполнилось 666 лет. 13 уступов, сверху Тевтонский крест, но его своровали. В августе 1914 года под городом сошлись три армии, две русских, под началом генерала Ренинкамфа и генерала Самсонова, и одна германская. Царский генерал Ренинкамф уже был готов взять незащищенный прусский Кёнигсберг. Как вдруг, без объяснений, бросив командование, забыв о чести и присяге, позорно бежал с фронта. На наш взгляд, на взгляд исследователей, он был подвержен какому-то гипнотическому, мистическому воздействию. Он просто испугался. Он сбежал с двумя польскими бабами в 18-24 года. Бросил армию. Это была трагедия. Вот с этого места она и началась. После бегства Ренинкамфа немцы атакуют армию генерала Самсонова. Силы неравны. 135 тысяч русских солдат полегло под Кёнигсбергом. 113 тысяч было взято в плен. Ренинкамфа посадили в тюрьму, а после революции его нашли и расстреляли агенты ЧК. Пирамиду воздвигли в центре площади, где маршировали немецкие войска. Вокруг казармы и учебный плац. Место выбирал Ганс Шур, известный Германии. Пирамида Кёнигсберга по сути памятник первому успешному применению на войне психотронного оружия либо неизвестной магии. Здесь проводились тайные ночные ритуалы. Здесь СС проводила свои ночные шествия. Когда город отошел Советскому Союзу, новая власть велела взорвать пирамиду. Но этот приказ так и не выполнили. Была только обезглавлена фигурка барельеф немецкого солдата. Начальник воинской части только приказал бить голову солдату. А пирамиду нет. Он не боялся немцев, он боялся его мистических свойств. Потому что в этом месте, в энергетическом месте Кёнигсберга, помимо общего плана этой пирамиды, существуют подземные галереи, идущие отсюда. Хроники шумерского царя Гильгамеша, жившего пять тысяч лет назад, признаны описанием реальных событий. Однако эти описания поднимают очень неудобные для науки вопросы. Однажды Гильгамеш, по происхождению полубог, получеловек, задался вопросом, бессмертен ли он? Его предки, известные как анунаки с планеты Нибиру, жили вечно. Шумерский правитель отправился спросить у них о своей участи. На земле анунаки проживали на далеком северном острове Тильмун. В архитектуре предпочитали пирамиды. Людей к себе не пускали, за редким исключением. Например, честь жить на острове бессмертных удостоился Утнапишти. За много тысяч лет до Гильгамеша, построивший ковчег и переживший потоп. В Библии он известен как Ной. Бессмертие Гильгамеш не добыл, потому что только боги умели жить вечно, а получеловек уже нет. Возможно, они умели останавливать биологическое время. Аномалии времени наблюдаются вблизи горы Кайлас, самой большой наземной пирамиды на планете. Кайлас имеет форму правильной пирамиды. Каждая сторона имеет свое или, как называют Тибетти, лицо имеет своего Буду-покровителя. Она имеет свой цвет, она имеет свою энергетику. Расположена она, каждая сторона в определенном направлении на части света. Высота Кайласа над уровнем моря 6666 метров. В ней 13 ярусов. Вокруг нее расположены пирамиды поменьше и монументы. К подножию горы стекаются миллионы паломников самых различных конфессий. Необычайное совершенно событие происходит вокруг этой горы. Необыкновенные совершенно мегалиты расположены. И все это вместе, вот этот район называется Мандала Кайласа. Считается, что это проекция небезызвестной всем Шамбалы на землю. То есть это проекция небесной страны учителей на нашу землю. Древние манускрипты говорят, от Кайласа вглубь земли направлена еще одна невидимая пирамида. Так образуется структура в форме октаэдра. Через нее проходят потоки энергии времени. Кайлас окружают кольца сжатого времени и разряженного. Попав в эти кольца, человек может сразу постареть или продлить себе жизнь. Нижняя часть октаэндра она собирает с планеты отработанное будем так говорить прожитое время, прожитую энергетику и отдает ее обратно в космос. А верхняя часть принимает в себя и забирает в себя то, что идет сверху от создателя, от творца. Потоки улавливаются, информационно-энергетические потоки, время, время прошлое, время будущее. Планета Земля, она как живое существо, она дышит. Считается, один раз в 60 лет Кайлас просыпается. Александр Редько специально организовал экспедицию в этот момент. Исследователи направились в одну из семи тайных долин. Она ведет к трещине, прорезающей южный склон Кайласа пополам. Мало кому удавалось проникнуть туда. Чтобы не сгореть в потоках времени, паломники должны обойти пирамиду 13 раз. И если Кайлас примет их энергетику, гора подпустит ближе. То есть надо в это верить, только тогда наступает какой-то резонанс между тобой и этой так называемой горой. И вот тогда она дает тебе то, что ты хочешь. Если ты закрыт, она закрыта для тебя. Тибетские ламы предупреждали русских, вы заплатите частью своей жизни за вход в священное место. Ученые расставили по периметру контрольные хронометры и GPS-навигаторы и пошли. Экспедиция была очень сложной. Длилась она по часам 24, где-то 26 часов по нашим наручным часам и по тем часам хронометрам, которые мы брали с собой. А фактически наше биологическое время было не менее как недельные, двухнедельные, потому что выросли соответствующего срока волосы и на бороде, и ногти. На наручных часах путешественников и на контрольных часах прошли сутки, а сами они чувствовали безмерную усталость, будто не ели и не спали полмесяца. И ощущение просто усталости, ощущение прожитого какое-то, так сказать, вот ощущение стремительности бытия, которое происходило в это время. То есть мы были выжаты как лимоны вот за эти 24 часа. Мы когда спустились вниз, мы несколько часов не могли не иначе дышать, как стоя только на четвереньках. Вот в таком положении мы приходили в себя. Буддисты верят, рядом с пирамидой Кайлас расположена Шамбала, легендарная обитель богов. Вы видите две удивительные горы, Астапад и Нанди. Они выглядят как гигантские саркофаги. Ламы говорят, это и есть Шамбала. Туда, как считают на Востоке, уходят все пророки и учителя человечества. Там представители прошлых цивилизаций. Они находятся тысячи лет в состоянии самадхи. Считается, сжатое время, которое и поддерживает тела учителей в самоконсервации, убьет обычного смертного. Кроме того, Шамбалу охраняет древний тайный орден Шабироны. Его адепты владеют тайными знаниями предыдущих цивилизаций, но раскрывать их не торопятся. Человек подобен Богу. Он подобен Богу не только внешне, он подобен Богу и внутренне. У него скрыты эти возможности. Другое дело, что мы во многом их утеряли, забыли, как ими пользоваться. А в Тибете многие этим по-прежнему пользуются. Они помнят, эта генетическая память сохраняется в человеке и до сих пор в каждом из нас. Там же в Гималаях на границе Индии и Китая расположена таинственная белая пирамида. Первым ее описал летчик ВВС США Джеймс Каусман. Во время одного из рейсов он пролетел над долиной смерти. Один из двигателей почти заглох. Топливо стало замерзать и пилоту пришлось снизиться. Вдруг прямо внизу экипаж увидел гигантскую пирамиду из белого блестящего материала. На ее вершине находился огромный кристалл. Самолет не смог приземлиться возле сооружения. Лишь трижды облетел вокруг. За полвека никаких официальных данных об этой пирамиде не появилось. В прессу попала лишь пара фотографий с военных спутников. Тальпуляции слухи, что ее строили инопланетяне и атланты и лемурийцы и что кто такое не строил, что для чего она была построена как огромный аккумулятор для площадка для НЛО. Масса теорий в интернете по этому поводу есть. И я поставил для себя цель в экспедиции вообще понять, существует ли эта белая пирамида Белая пирамида расположена на той же широте, что и пирамида Хеопса, но на 72 градуса восточнее. Ее местоположение укладывается в сетку геомагнитных энергетических каналов Земли. Но подобраться к ней оказалось невозможно. Китайские войска оберегают Белую пирамиду от взглядов иностранных гостей. Максим Яковенко историк из Владивостока исследовал китайские пирамиды. В окрестностях города Сиань находится огромнейший комплекс из трехсот строений. Это захоронение китайских императоров. Правители Поднебесной думали, что будучи положенными в пирамиды после смерти, они могут воскреснуть или жить вечно. Ведь именно так завещал прародитель китайского народа. Они все очень хотели быть похожими на легендарного желтого императора, основателя пищекитайской нации, который спустился с небес на колесницы, который дал китайскому народу письменность, пищекитайский язык, первые законы и вообще устройство жизни. Особенно был одержим идеей вечного царствования первый император объединенного Китая Циньши Хуанди. У него самый масштабный погребальный комплекс в Сиане, который охраняет знаменитая терракотовая армия. 8000 статуй воинов, каждый со своим лицом и доспехами. По легенде, это войско, скопированное с реальных подданных императора, должно служить ему и после смерти. Но Циньши Хуанди там не был похоронен. И вот там вся мистика там укроется. Все пирамиды были сориентированы друг на друга и на главную пирамиду Меру в Гипербореи. Где? Вот она, незатонувшая часть Гипербореи. Это подтверждает карта 1595 года, скопированная Герхардом Меркатором с еще более древних источников. Так выглядела Гиперборея целиком. Можно видеть, как хорошо очертания нынешней Гренландии вписываются в древнюю карту. Некий контакт с высоко развитой цивилизацией, очень высоко развитой цивилизацией, даже по нашим современным меркам, начался 18 тысяч лет назад. И эта высадка произошла тогда еще, на тогдашнем Северном полюсе. То есть сейчас это Гренландия. И началось отцивилизовывание Земли. Но не глобальное, не всеобщее, безусловно. Антенны для дальнекосмической связи, портал в параллельный мир, средства управления биологическим временем, аккумулятор и преобразователь различных энергий, даже стабилизатор схейсмоактивности. Все в этом одном сооружении пирамидальной формы. И все способы применения описаны в текстах древних народов. Так же, как и те, кто научил людей строить пирамиды. Но те, кто принес это знание, это не какой-то отдаленный участок нашей галактики. Ни Дзетта Ориона. Ни в коем случае. Те, кто пришел на Землю, это были те, кто жил в нашей Солнечной системе. Тогда еще на Марсе и Фаэтоне. В тот период Солнечная система имела совсем другую геометрию и географию. Так вот, они передавали знания. Цивилизации, кто жил на Земле, общались с единым источником. Поэтому знание было единое. Оно затем было трансформировано каждой культурой на Земле по-своему. Возможно, правда окажется неприятной для большинства людей, но вечно скрывать ее невозможно. Нам в наследство оставлена архитектура Вселенной. пирамиды не только напоминают о нашем прошлом, но и могут стать вратами в будущее.